МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новом Уренгое с помощью дрона нашли три свалки в тундре. А теперь подробнее. Новоуренгойский волонтерский штаб акции «Мы вместе» отправил первую сборную посылку для мобилизованных мужчин. Неравнодушные северяне собрали целую фуру всего необходимого на передовой. В коробках носки, берцы, рюкзаки, спальные мешки, средства гигиены, питание. Наши люди, сотрудники, постоянно оказывают помощь в погрузке, в организации этих всех работ. В течение последней недели у нас опять активно подвозился гуманитарный груз с Алихарда, с Надыма, с Таркасале. Мы его в течение недели принимали. Здесь его сгруппировали, упаковали сейчас на поддоны. И в данный момент производится погрузка в фуру, которая уже последует непосредственно к месту выгрузки. Дальше машина поедет в распределительный пункт в Ростове, а по пути заедет в Ноябрьск, Муравленко, Губкинске и за другими посылками для солдат. Напомню, что пункты приема гуманитарной помощи продолжают работать. Первый в микрорайоне «Оптимистов» 4-3, с 12.30 до 9 часов вечера ежедневно, кроме понедельника. И второй по адресу «Мирный» 1-1, с 8.30 до 17.00 каждый день, кроме субботы и воскресенья. Ямальские сироты смогут получить жилье не только в своем родном муниципалитете, но и в любом другом городе округа или даже в другом регионе России. Проект уже приняли депутаты Ямальского парламента. О такой возможности давно просили сами сироты и их опекуны. Многие ребята планируют обучение в других городах, и своя квартира нужнее именно там. Помимо этого, до получения собственного жилья регион будет компенсировать затраты на аренду. Есть новые решения относительно малышей-отказников. 20 октября ямальские депутаты изменили их место проживания тоже. Ранее дети, оставшиеся без родителей, оставались в отделении больниц под присмотром медсестер и санитарок. Теперь все такие малыши в возрасте до 3 лет будут направляться в Центр социальной помощи семье и детям «Садко» в Новом Уренгое. Здесь они смогут получить необходимое внимание и полноценное развитие, а не только уход. Завершаются дорожные работы на участке Пуровск-Карачаево. В этом году отремонтировали 7,5 километров дорог. В планах на следующий год еще 8 километров. Закончить работы на всем участке планируют к 2024 году. В ходе обновления дорожного полотна укладывают новые плиты, досыпают обочины песком и укрепляют их геотекстилем. Трое новоуренгойцев получили финансовое вознаграждение за то, что сообщили в полицию о нетрезвых водителях, разъезжающих по дорогам газовой столицы. Все три сообщения подтвердились. Пьяные водители найдены и оштрафованы. А ответственные граждане получили по 4 тысячи рублей за бдительность. Всего в Новом Уренгое с начала года поймали уже 240 пьяных водителей. Ямальские пенсионеры могут оформить возмещение проезда до мест отдыха через госуслуги. Минцифры сообщило, что на портале для этого создан специальный сервис. Личного посещения каких-либо ведомств теперь не требуется. Компенсировать проезд могут пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Государство вернет деньги за проезд на поезде, самолете, автобусе, речном и морском транспорте, но по минимальным тарифам. Необходимый перечень документов можно найти на портале госуслуги. В прошлом году на получение такой субсидии подали около 280 тысяч заявлений. В Ярсаринскую школу-интернат приедут преподавать новые учителя. Это выпускники ведущих вузов страны, которые участвуют в проекте «Учитель для России». Программа работает третий год и предлагает молодым педагогам хорошие условия для старта профессиональной карьеры, в том числе на Ямале. В этом году в округ приедет 26 таких энтузиастов. Впервые новые учителя обратили свои взгляды и на Ямальскую школу-интернат. Ее штат пополнится учителями русского и английского языков, литературы, биологии, истории, а также тьютерами и педагогами-психологами. Напомню, что в нашем округе действует 12 мер поддержки для педагогов, выбравших карьеру на Ямале. Это и материальная помощь при переезде, и все северные надбавки с первого дня работы, а также множество профессиональных грантов и конкурсов. В Новом Уренгое стартовал конкурс профессионального мастерства «Спортивный Алим-2022». В ДЦ «Ямал» собрались представители и спортшкол «Сибирские медведи», «Норд», «Арктика», «Контакт», а также специалисты Дворца спорта «Звездной» и спортивной школы имени Константина Еременко. «Спортивный Алим-2022» — это наш муниципальный этап конкурса профессионального мастерства среди работников сферы физической культуры и спорта. 14 участников соревнуются в четырех номинациях. Тренер-преподаватель, инструктор по спорту, инструктор-методист и учитель физической культуры. На первом этапе конкурса каждый участник представил рассказ о себе, своей профессиональной деятельности и достигнутых результатах. Сейчас, будучи тренером, я не теряю форму и желание, стараюсь участвовать в соревнованиях среди ветеранов, подавая пример своим ученикам. Из последних результатов — это третий мест в чемпионате мира в Македонии в 2018 году и чемпионат России в 2021 году. Кроме визитной карточки, на втором этапе соревнований участники в зависимости от номинации провели мастер-классы и методические семинары по своей специальности. По итогу победители городского этапа будут представлять новую рингой на окружном конкурсе профессионального мастерства. В новом Уренгое специалисты общественной безопасности и гражданской защиты вновь обнаружили мусор в тундре. Добраться до труднодоступных мест леса получилось с помощью квадрокоптера. Он фиксирует геопозицию свалки и делает фотографии. Вот у них, получается, координеты. То есть мы их видим. И вот снимут, получается, свалки. То есть так же самое, если мы будем летать в труднодоступных местах, там, допустим, больше ресурсов потребуется транспортному средству, либо человеку, то есть через квадрокоптер это будет гораздо быстрее сделать. За один полет дрон обследует территорию в радиусе 5 километров от точки взлета. Всего за летний период подмога с воздуха обнаружила около 100 свалок в тундре. На этом борьба за чистоту не прекратилась. Еще три ямы с мусором нашли этой осенью. Объем всех трех свалок составит около 100 кубических метров. Ачим Девелопмент будет ликвидировать их в рамках взаимного сотрудничества с администрацией города Новорингой на безвозмездной основе. В этом году, ввиду отсутствия снежного покрова, удается ликвидировать как можно больше вновь выявленных свалок. После полной очистки города в летний период. Эту яму с мусором полностью очищали. Но спустя время ее вновь закидали отходами. К тому же рядом появилась вторая. Все отмеченные координаты нового мусорного беспредела, которые фиксировали с помощью дрона, передадут дальше инициативной группе для уборки. В этом году, год экологии, наша компания решила участвовать в акции «Наш чистый новый Уренгой». В этих рамках мы решили убрать несанкционированные свалки в городе. Тем самым помочь сберечь природу. Планируем привлечь специальную технику и помочь городу и природе. В Тундре чаще всего несанкционированные свалки, по словам городской инспекции, создают даже не обычные горожане, а бессовестные предприниматели, которые предлагают свои услуги по вывозу мусора. Но до официального полигона его не довозят. Вычисляет нарушителей прокуратура города. Она же и напоминает, что штраф для юридических лиц доходит до 250 тысяч рублей. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. С 8 января авиакомпания «Ямал» запускает прямые рейсы из Салихарда в Казань. О возможном введении нового субсидируемого маршрута ранее сообщал Дмитрий Артюхов. Теперь решение уже принято. Отправиться в Казань из окружной столицы можно будет еженедельно по воскресеньям. Рейсы утренние, вылет из Салихарда в 9.40, обратный рейс из Казани в 11.15 по местному времени. Выполнять полеты планируют на сухом суперджете. Это 11 направление авиакомпании из Салихарда. Всего у «Ямала» в расписании 41 субсидируемый рейс. Пять новоуренгойских некоммерческих организаций стали победителями окружного конкурса грантовой поддержки. Почти 2 миллиона рублей получит Ямальская окружная федерация страйкбола на обустройство специализированного полигона для военно-патриотических игр. По миллиону рублей выделят на проведение фестиваля национальных культур и реализацию социального проекта «Добрая трапеза» для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 500 тысяч получат оздоровительный центр «Аквадобро» на проект «Гидрореабилитация для детей с инвалидностью», а также проект «Роспан Интернешнл» «Экошкола Ямала. Узнай, исследуй, сохрани». Всего на окружной конкурс организации подали более 100 заявок. Победителями стали 39 проектов. В эту субботу в Карачаево пройдет торжественное открытие многофункциональной площадки «Тута-круто». Это долгожданная локация для местных жителей. Глава города не раз лично ездил проверять, как продвигаются строительные работы. Территорию благоустроили благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. 22 октября в 12.00 новый объект откроют для горожан. Гостей ждут мастер-классы, игры, веселые эстафеты и развлекательная программа. Субтитры создавал DimaTorzok